Перевооружение в рядах пожарных. Сотрудникам МЧС вместо гидрантов и касок сегодня раздали ракетки. Среди бойцов с огненной стихии прошел чемпионат по настольному теннису. Наш корреспондент спросил у спортсменов, нужен ли им навык в работе отбивания мячиком. Подробности у Анны Конченковой. Хоть и в неформальной обстановке, но соревнования открывают строго по уставу. Прежде чем начать игру, пожарные дают честь начальству и слушают гимн. В этом зале лучшие теннисисты из пожарных команды приехали со всех городов области. МЧСники признаются, это на первый взгляд отбить мячик ракеткой не сложно. На самом деле за игру устаешь не меньше, чем за рабочую смену. А постоянные тренировки помогают стать внимательнее и выносливее. Это, во-первых, развитие ноги, зрения. Сотрудникам МЧС зрение должно быть 1-0. То есть единица должна быть. То есть это первая группа здоровья для пополнения социальных задач по тушению и спасению людей. То есть необходимые вещи для работы. Ну и, естественно, это тонус. Этот турнир приурочили к 20-летию МЧС. Его отмечают в этом году. Но, как признаются пожарные, пинг-понг стал любимым видом спорта гораздо раньше. Тренируемся в свободное от работы времени, так как работаем сутки через трое. У нас график сутки через трое. И занимаемся три раза в неделю. Где-то по два часа. В общем-то, у нас в нашей системе большое внимание уделяется физической подготовке. Министр большое внимание уделяет развитию всех практически видов спорта. Так как это позволяет поддерживать именно здоровый образ жизни в коллективах и хорошую физическую подготовку личного состава. Но, как выяснилось, пожарные не только умеют играть в теннис. До этого они сдавали нормативы по плаванию и легкой атлетике. А зимой их ждет лыжная гонка.